Александр, здравствуйте! Мы знаем, что вы знаменитый и именитый почитаемый в городе ресторатор, и от этого мы хотели бы пообщаться с вами о профессии ресторатора, управляющего ресторана, и как проходит у вас день. Вы не против? Да, речи пропал. Думаю, столько перечислили всего классного, но неужели это все обо мне? Конечно, о вас. Договорились, я не против. Расскажите, как вообще у вас проходит рабочий день и чем вы занимаетесь в течение него? Рабочий день самый обычный. Проснулся, почистил зубы, сделал зарядку, ну и, соответственно, выдвинулся в заданном направлении на предприятии. Это бывает в разное время, бывает в 6 утра, бывает в 7, бывает в 8, в 9, в 10. Ну и, соответственно, когда день начинается, у нас в ресторане же еще есть и шведская линия, гостиница, поэтому вот это что-то посмотрели, поконтролели. Зачем так и равно? Потому что я вообще не понимаю, зачем поздно вставать, потому что уже день проходит, жизнь настолько быстрая, стремительно летит. Можно не ложиться тогда? Слушай, можно не ложиться, но я думаю, что на самом деле должно быть все комфортно. Вообще, мне кажется, жизнь любого там человека сейчас должна стираться граница между работой и отдыхом, да? Поработал, что-то другое сделал, отдохнул, поэтому рабочий день может быть в 24 часа находишься, в 2 часа ночи, да? Но это не мешает там сходить, спортом позаниматься, гребы посыграть и так далее. То есть в современной жизни все вот так. Ну вот все-таки вы пришли вот вначале на работу, что вы, какие дела решаете, что делаете физически, работаете умственно? Слушайте, на самом деле, любое предприятие – это же работа целой команды, поэтому когда ты приходишь с утра на работу, ты, наверное, в большей части просто смотришь, может быть, какие-то нюансы, детали появились, либо какие-то задачи, которые подлежат рассмотрению, разрешению, не там пределы компетенции какого-то там менеджера, начиная администратора и так далее. Всегда требуется какая-то, может, необходима там подсказка, помощь и так далее. Ну вот, может быть, какие-то стратегические задачи, с чем вообще должен быть? То есть, допустим, я приведу пример. Например, директор АЗС, он, соответственно, следит за тем, чтобы у него все вовремя вышли на смену, следит за остатками товаров, следит за то, чтобы ему привезли бензин вовремя, следит за распространением рекламной продукции, начислением бонусных баллов, работает с книгой жалоб и возражений, соответственно, и получает от главного офиса некие указания, которые он исполняет уже на местах. Но директор АЗС, насколько я понимаю, он немножко меньшими компетенциями и знаниями обладает, чем человек, который занимается ресторанным бизнесом, который возглавляет ресторан, сеть ресторанов. Ну, смотрите, ситуация очень простая. Как я сказал, существует команда, да, соответственно, управляющий либо генеральный директор сети, либо группы предприятий, он всегда занимается стратегическим планированием и теми вещами, которые с этим связаны. Потому что тактическое исполнение, оперативное управление, существует профильная директора по направлению, конкретно, допустим, по ресторанам, по гостиницам, по музею, еще почему-то, да. Главная задача руководителя, генерального директора, GM любого, да, это коммуникация всех подразделений, их руководителей, да. Соответственно, это, ну, если говорить о том, как у нас, допустим, построены, да, то это пятничная планерка, потому что в индустрии гостеприимства, то у нас рабочая неделя начинается с пятницы, да, и до следующей пятницы. Соответственно, мы встречаемся, обсуждаем, и уже здесь непосредственно моя задача связать интересы разных подразделений между собой. Потому что, допустим, гостиница может говорить о том, что ресторан выдает завтраки по слишком завышенной цене, расширив ассортимент, что напрямую ложится на расходы гостиницы, и ей это невыгодно, а ресторану выгодно. В то же время ресторан может говорить о том, что гостиница, поскольку пытается эти завтраки урезать, да, таким образом влияет на ситуацию в ресторане. Потому что гости, которые останавливаются в гостинице, попробовав, скажем так, завтрак, который не соответствует их представлениям о том, каким он должен быть, количество блюд, наполнение, из каких продуктов все это приговорят, скажут, слушайте, мы в ресторане дойдем, у них и завтрак не очень хороший получается, да. Но здесь вот все время желание менеджеров снизить свои издержки в любом подразделении, но может быть за счет кого-то другого, они могут привести к таким очень негативным последствиям, поэтому необходимо знание, общение и коммуникация руководителя со всеми. И именно руководитель, он такой вот, именно мостик для них, для всех, такая площадка, на которой они обмениваются мнениями, можно где-то сваживаться конфликтами. В общем-то, на самом деле, 90% времени руководителя уходит на то, чтобы присматриваться за тем, что происходит в мире, и доносить эту информацию в виде уже каких-то тезисов для своих подчиненных о том, чтобы обсудить, действительно ли нужно в этом направлении двигаться, там менять концепцию кухни, дополнять и так далее и тому подобное. Хорошая тема. А вот все-таки как вы присматриваетесь? Откуда вы берете вдохновение, знание для того, чтобы эти новые тезисы изыскивать? Ну, это как раз обязательное участие и руководителя, и членов команды, но в крупных мероприятиях, которые проходят событийных, по профессиональной тематике, по различным форумам, посещения каких-то сессий, посещения, если говорить о ресторанах, то мы постоянно объезжаем на центральную площадку города Москвы, Санкт-Петербурга. То есть у меня возможностей побольше. Я езжу по странам СНГ, ближние зарубежья, Украина, в том числе, допустим, Одесса, Киев. Москва, Санкт-Петербург также. Мы смотрим, что происходит, в каком направлении движется индустрия. Есть кто-то, кто задает некие тренды и является движителем в вашей сфере, что на них посмотрят и делают, соответственно, может быть, схожие, либо дорабатывают их концепцию. Сейчас приведу пример. Недавно вышел одиннадцатый айфон, и они анонсировали болотный зеленый цвет, который, наверное, очень понравился бы Артемию Лебедеву, но в целом вызывает очень много вопросов и споров, в том числе и с камерным дизайном. Но, тем не менее, китайцы и другие, соответственно, компании уже начали потихоньку тоже присматриваться и делать свои смартфоны ровно такого же цвета. То есть они некий законодатель моды, и никто не спрашивает. Нужно, не нужно, а вот надо. Они так делают, значит, мы так тоже. На самом деле же, вот на всех, в октябре сейчас в Москве будет проходить выставка ПИР, это крупнейшее мероприятие в индустрии гостеприимства, да, поскольку, ну, сам, сама концепция, там представлены и отели, и гостиницы, и лидеры, поставщики услуг, продуктов, программного обеспечения, всего-всего остального. Вот на этой площадке встречаются, в том числе, рестораторы на всей стране, и обмениваются мнением, это раз. Второе, сейчас очень большая тенденция распространения фудмолов, да, то есть это большие комплексы, там, очень часто это какие-то бывшие, там, промышленные здания, если, скажем, про Москву говорить, там, это бывшие рынки, там, бывшие здания этих предприятий, там, автозаводские, там, одно из первых, там, допустим, «Вокруг света» открыли, сейчас депо, очень большая концепция, где очень много ресторанов, корнеров, так называемых, ну, и, соответственно, вот, посещая такие грищи, ты понимаешь, что куда движется, но, и обменив с мнением, но в то же время нужно понимать, что в провинции, допустим, в городе, как наш, там, 600 тысяч населения, вот, ну, интересная концепция, когда, там, 20-30 направлений, именно в плане питания, да, как со всех стран мира можно смешать на одной площадке, но, допустим, есть вопрос финансовой обоснованности и спроса, который может обеспечить наш город именно в таком объеме, на таких площадях такое количество продаж. Вот, по интернету мы обогнали Европу, обогнали Штаты, потому что средняя скорость у нас в России выше, и, соответственно, технологические категории к нам приходят, может быть, даже чуть раньше, чем некоторые другие страны. Есть ли у нас опережение или отставание России с точки зрения рынка индустрии питания относительно, ну, скажем так, канонически считаемых развитыми странами, это Европа, Штаты? Слушайте, если сравнивать, мы же можем говорить о том, что вот у нас ряд ресторанов входит в топ-50 лучших ресторанов мира в Москве, они, допустим, тоже в Санкт-Петербурге. У нас нет ни одной межленовской звезды. Белый кролик, а я сейчас расскажу интересную историю. Я в Санкт-Петербурге был открыт там ресторан, который пригласили, ну, это было 10 лет назад, там, повара, и задача инвесторов, как раз и была, открыт ресторан, который смог бы войти по своим возможностям, по статусу на уровне мишелена, да. И оказалось, что люди, ну, готовы входить, готовы, наверное, тратить, там, 200 евро за кусок рыбы, ну, в конечном счете, несерьезно, слушай, нам бы хотелось бы просто пожарить, можно, то и больше. Нарезать поширше, побольше, и обжарить ее на сковородочке основным способом, то есть маслей и с макой. Вот, и на этом все, собственно, остановилось. У нас же, на самом деле, Россия сейчас, ну, один из флагманов рынка питания, новейшие технологии, ребят, молодые поворачиваются по всему миру, ну, видимо, они участвуют, и даже из Ярославля, там, ребята работают в шлемских ресторанах, принимают опыт, это ни для кого не секрет. Все едут за технологиями. И уж что, что, в России всегда говорили, ну, сделаем, но лучше, чтобы всех было. Поэтому то оборудование, которое есть, технологии, они все на нашем рынке, и как раз попадание всех наших ресторанов, там, московских, питерских, десятки, топ-50 лучших ресторанов мира, оно как раз это подтверждает. Вот, поэтому и концепции все, они все берутся. Если взять то же самое фудмол, депо, которое Васильчук открыл, и управляет этим проектом, ну, приехать туда, посмотреть концепцию базара, совмещена именно с многочисленными концепциями ресторанов. Какие кухни? Вот мы смотрим, вот корейская пользуется большим спросом, допустим, да? Ну, по-назиатски. Да, именно корейская. Корейская? Да, корейская. Я, блин, не слышал, что у нас есть что-то корейское. В Ярославле нет, в Москве достаточно часто. То есть хороший повод открыть новый ресторан, в Ярославле, в корейской кухне. Я согласен, да, проговаривался. Я понял. Вот. Но, соответственно, все это есть уже. Тут другой вопрос, что для нас подойдет, для Ярославля. Потому что, я могу пример привести, есть очень популярный ресторан, наши друзья им управляют. Он в городе Одесса находится. И вот я после долгого перерыва не ездил. И вот недавно с своим партнером Александром Гуравневым мы съездили, когда у нее мама там прожила. Маму навестили, и, как обычно, по ресторану пришлись. И вот ребята, у которых ресторан грузинской кухни, мне говорят, слушай, мы приехали, а чего закрыли-то? Ну, слушай, ну, знаешь, продажная цена невысокая. Да, люди, условно говоря, взяли хачапури, и хинкалины, и на этом все. И чек не ахти какой. И доходы мы не получаем. А мы лучше чем-то другим торгуем. И они начали торговать другими. Соответственно, я просто к чему это говорю? Потому что всегда есть пики какие-то, есть интересные темы, которые появляются с точки зрения ресторанной концепции. Но, допустим, в нашем ресторане мы придерживаемся классики. То есть это такая простая, обычная, должна быть вкусная, качественная еда, которую мы изначально стараемся подавать. Но вы универсалики даете? То есть, в принципе, и спагетти? То есть, не только русская кухня, но еще и европейская, и японская. Наверное, суши тоже? Суши нет. Пицца? Пиццы не делаем. Мы пасты делаем, да, а-ля Рус. Тем более, что, если взять наши книги все, ну, и русская кухня начала 20-го века, то есть уже, ну, там можно говорить о том, что, знаете, как, я сейчас даже интереснее скажу, мысль что-то пришла в голову, вспомнил. Есть в 1825 году во Франции была издана книга «Физиология вкуса» называется. Франсуа Саварена написал ее. Вот впервые там было дано определение именно ресторатора, да, это человек, который должен быть честен в своем деле, быстро расторопленный подавать качественную еду. Это первое определение вообще ресторатора. Важно официанта. Ресторатора. А в то время же как раз владельцы, они... А, ну, они сами. Да, да, да. То есть, чем отличался раньше ресторан и трактира, чем он стал отличаться в трактирах, еду не порционировали. Вот ты заказал курицу, тебе выносили целую курицу. Вот первые люди, которые додумались разрезать на части, говорили, что вот эта ножка будет стоить... Не стоимость целой курицы, а до этого было именно так. Да, и стали продавать частями. Говорили, вот за ножкой стоит там, я не знаю, там... Один рубит, все. И люди говорят, да, я готов покупать. Это очень интересно, заказать целую курицу, прийти так, и потом что с ней делать? Да, да, да. А до этого было так. То есть, если ты заказывал суп, тебе варили котел. Ну, котелок супа, да. Не тарелку тебе выносили. То есть, таверна всегда была так. Вот эти первые люди стали называться рестораторами как раз. И вот он в 1825 году и написал, что уже кухня современная стала совсем не та, что была в те годы. То есть, это 300 лет назад было написано. Она стала космополитичной. И на своих столах мы теперь видим блюда из всего света. Вот, смотрите, ничего не поменялось. 300 лет прошло, у нас наша кухня, мы так и считаем. Мы говорим, о, слушайте, она космополитичной становится. У нас тут и узбекская, и тайская, да, и щепотка. Ну, да, кстати, плов тоже. То есть, вот, все так и осталось. А кто занимается формированием цены? Как вообще это происходит? Почему в одних заведениях более демократичный ценник, у других уже с налетом элитарности? Слушайте, ну, все же очень просто. Допустим, вот здесь, вы видите, скатерти нет на столе. Да, это такая вот, хорошая деревянная стол из лиственницы, из натуральной. А если бы здесь были скатерти, скатерти, капелька упала, мы ее отнесли, постирали. Соответственно, это все тоже ложится на себестоимость продукции. Поэтому себестоимость складывается из труда, из продуктов, которые используются прежде всего, да, ну, и из тех расходов, которые дополнительно возникают. Ну, в том числе, отделочные материалы, и так далее, и так далее. Растератор сам может выбирать цены образования, или ему это что-то диктует? Поставщики, наличие или отсутствие какого-то оборудования. Ну, либо он может подстроить весь бизнес под конкретный ценник. Слушайте, ну, вот смотрите, давайте так говорить. Если мы можем за 40 рублей сейчас сходить покушать здесь в 500 метрах в одной известной американской сети, да, получив фактически первое и второе за 40 рублей, да, задать вопрос, что мы едим тогда в той сети. А здесь, в нашем истане, мы за 40 рублей не покушаем. Ну, скажем, да, там тарелка супа у нас стоит, там, 200-10 рублей больше. Почему? Ну, потому что я понимаю, что там кусок мяса, который туда положен, написано, сделан из говядины. Там не написано, что он сделан из мяса, говядины. Сделан из говядины. Говядины 70-80% занимают кости, жилы и все остальное. Все это перетирается, добавляется краситель и все остальное. Получается котлета одной из известных сетей американских. Все. Это которая с королем или полковником? А у них говядины нету, у них нету. Я, как пример, у них курица такая же примерно. Лапы, да? Да. И хвост, да. Там же тоже очень много ноготочков, еще-чуть. Клювики есть, гребешки всевозможные. Да, и косточки тоже есть. Вот, соответственно, вот как ценообразование. Ну, с точки зрения ресторанов и кафе, то есть, вот все равно, у кого-то блюда, тот же самый борщ стоит. 250 рублей, кто-то его отпускает за 150, а кто-то и за 500 делает. Это все связано с тем, как в гузересторане устроено все? Или это просто как владелец придумал? Я хочу борщ за 500. Ну, на самом деле комплексно. Комплексно подходит. Ну, понятно, что прежде всего борщ стоит столько, сколько за него готов заплатить в этом ресторан. Иначе, ну, ресторан просто закрылся. Никто не будет есть борщ за миллион рублей. Можно же и миллион поставить. Нет. В теории. Да, в теории. А в другой стороне, вдруг, если бы сейчас здесь остановился саудовский принцип, послушайте, борщ хочу за миллион. Говорит. Это ваши деньги, либо каприз. Или какой-нибудь блогер, который хочет самый дорогой борщ в мире. Да, да, да. И эти золото посыпает. А, кстати, вот, знаете, что один из самых модных и популярных ресторанов в Катаре, да, очень закрытое королевство. Вот буквально сегодня я читал пост, Влад Пескунов путешествует, это шеф московский. И зашел ресторан, Пушкин называется. То есть это абсолютно лекарный ресторан, полностью на русской кухне. Говорит, вечером собирается, фотографирует, там никого нельзя, говорит, ну, поверьте, люди практически подлетают на самолете, принцы высаживаются, садятся, и ему в деревянной площади подают борщ. Говорит, цена, говорит, просто, говорит, мама родная. Ну, говорит, борщ первоклассный. А еще он написал пирожные классические, там, медовейки, еще что-то, говорит, даже не спрашивайте, сколько они стоят. Он написал в посте, говорит, дорого, страшно, но вкусно, говорит. И причем, говорит, те же самые котлеты Пожарского, говорит, делает, я сейчас не помню, ну, какой-то вот, условно говоря, из Алжира, повар там работает, говорит. Я считаю, что, ну, сам, многим российским поварам, ну, такое было бы не сделать, да. То есть действительно классная Пожарская котлета. Слушай, ну, все-таки, а как ты вот у себя в заведении формируешь ценообразование? То есть, в зависимости от того, как ты позиционируешь, то есть ты ресторан, то есть у тебя уже по умолчанию должен быть дороже, чем в кафе, или нет? Или это как-то не связано? Нет, совсем не обязательно, ведь, смотрите, на цену влияет, в том числе, количество посадочных мест в стране, 60, либо 140, либо 200, либо 300, да. Естественно, что если у тебя, чем больше посадочных мест, тем больше у тебя возможностей в снижении цены, да. Снизив цену, ты можешь попытаться путем маркетинговых инструментов и честной, добросовестной и расторопной работы по приготовлению вкусных блюд, привлечь большее количество гостей на эти посадочные места, при этом оборотом своим ты закроешь, ну, те расходы, которые ты понесешь. Значит ли это то, что, допустим, ресторан у нас в Ярославле достаточно большой, мамука может сделать дешевле, чем у вас? Да. Или это вообще... Может, конечно, да. Тем более, тут ведь, опять же, те ингредиенты, которые используют, ну, мамука, ресторан грузинской кухни, там очень много используется различных вкусных вещей, которые делаются из теста, с наполнением мяса. Мясо, рубка, то есть она, ну, во многие блюда там входит, либо рыба, там, без разницы. Ну, здесь, соответственно, есть возможности двигаться, ну, именно в цене, потому что, когда ты жаришь целый кусочек мяса, да, это все равно оно по своей стоимости будет дороже, потому что изначально этот кусок мяса, он должен, ну, уживаться. Его ножи мясорубки еще не прокрутили, вот, и поэтому то мясо, которое ты предлагаешь, оно по цене все равно по входящей будет выше. А используя, допустим, ту же самую рубку, получается, что... А как понять, вот, хорошее заведение, хорошая ли там кухня или нет, или действительно тебе экономит? Только придя туда и по вкусу это дело, или есть еще какие-то, ну, дополнительные тонкости профессионал, что вот я вижу своим наметанным взглядом, что этот ресторан, ну, скорее всего, такой. А вот этот вижу, то он хороший. Слушайте, ну, на самом деле ведь мы все там путешествуем, мы смотрим, когда в незнакомом городе, ну, так, если мы в курортный город приезжаем, а куда местные, это аборигенты и население больше заходят? Я всегда так смотрю, идешь так вот, ты управляешь, да, я все время гуляешься, смотришь, смотришь, очень модные рестораны есть там, ну, прям смотришь, там, зазывал и работают тебя, и сюда, и гостей там смотришь, одни русские сидят, и ценники, и все там, но ты раз, сторонкой дальше, дальше, вдруг смотришь в каком-то ресторанчике, ну, я не знаю, там, недавно в Вьетнаме был, когда смотрю, ага, раз, подъехали вьетнамцы такие, на джипике, раз, чик-чик, загрузились, вроде ничего особенного прошел, посмотрел, а туалеты чистые, холодильнички стоят, ассортимент меньше, цены, ну, вроде сопоставимые, сел, и я вот, ну, просто ни разу не пожалел, потому что уровень обслуживания, чистота, и все, что там предложили, соответствовало, ну, прямо самым высоким стандартам, и дешевле было, чем в этой раскрученной ручке, которую, ну, так сказать, запускали туристов. Вот представь себе, ты захотел внедрить что-то новое в своем ресторане, переоборудовать зал, открыть новый зал, достроить там летнюю веранду, поменять, добавить какое-то меню, сделать дополнительную кухню, вот что тебе нужно, как управленцу, для того, чтобы, ну, скажем так, поэтапно это реализовать? Ты как-то сначала в голове обмозговываешь, встречаешься с командой? Ну, конечно, встречаешься с командой, разговариваешь с инвесторами, потому что вот здесь мы год назад реконструкцию сделали, всего первого этажа, кухню увеличили процентов на 30. То есть сначала формируется, ну, мое внутреннее видение и несколько вариантов развития. Мы говорим, почему это нужно сделать, почему мы должны тратить сейчас средства на то, чтобы вот это все покупать, делать, ломать и так далее. А как оценить, нужно это делать или нет? Это в любом случае, ну, в любой ресторан, у него цикл жизни всегда происходит, да, и необходимо и оборудование устаревать и так далее. Технологии меняются. Без изменения технологий приготовления, какого-то другого оборудования, невозможно уже, ну, мыслить себя там через два, через три года. Соответственно, ты понимаешь, куда двигаются технологии и предполагаешь, какие основные тенденции на сегодняшнем рынке превалируют, да. То есть вот мы для себя абсолютно четко уяснили, что необходимо, ну, расширить технологическую базу, да, добавить огня открытого, сделать принцип открытой кухни, потому что многие рестораны, то у нас сейчас вроде как принцип открытой кухни, потому что, ну, те же самые фудмоллах, корнеры, которые стоят там, по-другому никак, квадратик, остров, ну, да, там всю кухню видно. Да, все видно. Но на самом деле же, если взять любые рестораны, которые, ну, работают за границами Российской Федерации, практически там везде же открытая кухня, в принципе, предусмотрена в том, либо ином формате. И в этом нет ничего там, ну, нового и так далее. Просто мы, наверное, привыкли, там еще со времен, там, Советского Союза, еще кто тут, закрыться, и чтобы ничего не видели. Сейчас взять мини-пекарни, которые пооткрывались везде, на каждом углу в Ярославле, ведь если за дверь заглянуть же, и волосы дыбом встают, что там происходит? Ну, антисанитарии полностью. Если бы это было все открыто, как должно быть. То, наверное, бы не делали. Да, и не получилось бы делать, потому что то, что делать из этого замороженного теста в этом фритюре, ну, это даже пекарней назвать нельзя. Вот. Ну, и, соответственно, уже исходя из этого, начинается просчет оборудования, встречаешься с подрядчиками, полностью сводишь в кучу весь бюджет проекта, встречаешься с дизайнерами, обсуждаешь, какие направления, в частности, здесь мы привлекли очень талантливого дизайнера, нам очень повезло, что мы поработали вместе над этим проектом, да, и мы прям буквально, поставив задачу, за месяц разработали полностью новую концепцию, именно оформления ресторана, не меняя, так сказать, концепцию самого ресторана, да, и добавили внутренние резервы в плане кухни, да, установили, просчитали все, и с этим уже пришли к инвесторам, и говорили, слушайте, давайте кухню во двор, еще там на 20 метров вынесем, либо туда, либо туда. Соответственно, инвестор сказал, да. Инвестор сказал, давайте разговаривать, доказывайте, там, два месяца занял доказывание, почему, этот вариант. Доказывание с чем было связано? Доказывание с необходимостью, или с того, что это окупится нормально? С необходимостью вообще, зачем это делать, для чего это делать, но на самом деле, ведь открыв сегодня ресторан, никогда не угадаешь, ну, это действительно так, это еще доля везения, удачи, кроме тех основных, как бы, тенденций, которые ты для себя предполагаешь, помогают тебе развиваться дальше. А вот с чем бы ты связывал то, что сложно просчитать, будет ли ресторан успешным, если ты открываешь его с нуля? Дело не в том, что сложно просчитать. Просто у нас много в Ярославле, реально, открылось кафе, ресторанов, существовали 3-4 месяца, и все, ушли с рынка. Ну, потому что, когда люди рассчитывают на то, что, а, вот, слушай, я съездил в Москву, слезал интерьер там, ну, с этого ресторана, или там, с ресторана «Сибирь в Сибирь», практически, приехал сюда, сделал все то же самое, но не работает. Почему? Ну, потому что пропускная способность именно этой улицы, она не соответствует там, не знаю, там, центру Москвы, либо того места, рядом с метро, где люди ходят. Раз. Казалось бы, вроде бы, все сделано практически так, как хотелось бы, но не покатил. То же самое есть и с нашими же, с ярославским проектами. Допустим, ребята там выдвигаются в другие города, там, области, успешно, там, в Москву успешно, допустим, в Питер, а в Питере не пошло. Почему не пошло сначала, да? Видимо, ну, менталитет людей, которые живут. Ярославль вообще очень сложный в плане, именно, ментальности людей, потому что мы все знаем, всех все видели, мы еще с Ярославом Мудрым корабли грабили, разбойники же были, да? Мы-то люди такие, да, да, что вы нам тут рассказываете? А Вася, он вообще ложки глотает и выплевывает. А такой рисует. Да, 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 фокусы нам. Поэтому здесь очень сложно даже убедить, очень такие консервативные, все привыкли на зубок попробовать. И в то же время, вот на самом деле, многие же историки писали, это действительно так, и историки Санкт-Петербурга, историки Москвы, вот среди рестораций, Санкт-Петербурга, до революции, это октябрьского переворота, уже среди трех тысяч заведений, две тысячи с лишним, это были ярославскими владельцами, в Санкт-Петербурге. Крупнейшие рестораны Москвы, ну, там, которые на слуху были того времени, там, Ярк, почему Ярк, потому что Ярославль, ярославцы, ярославских половых официантов, описывали же многие классики. И наша губерния была основным поставщиком этих людей. Почему сейчас, ну, говорят, там, Костромал лучше, там, либо Ивановцы активнее идут, ну, куда-то там, передвигаются с точками питания, там, Москву, Ярославль, так. Просто, когда революция пришла, всех активных на баржи загрузили, расстреляли, потопили. Ну, это вполне логично. Те, что остались, забежали в Костромал. А вот это выражение, которое, как говорят, там, ярославцы все красавцы, приписывают, там, Яну Левину, оно существует оттуда, это писали тогда еще. Почему? Потому что даже ярославские крестьяне выглядели так, как должны выглядеть купцы. Потому что был достаток в семьях, и все мужчины, в общем-то, у нас практически в конце 19 века на работу-то нанимались в соседней губернии, из Костромы и из Ивана. Потому что все мужики, говоря современным языком, у них был патент на вольную работу, они работали в столицах спокойно. Все. А что бы ты делал, ну, вот сам, вот так вышло, что тебе нужно открыть новый ресторан в новом регионе, и у тебя в этом регионе абсолютно нету никакой базы с нуля. На что бы ты обращал внимание, чтобы вот сделать первые шаги по открытию? Так нет, шаги-то самые элементарные, приехать, изучить рынок, посмотреть место. Но все равно, в любом случае... Как бы ты его изучал? Ну, спрашивал бы людей, смотрел бы в интернете. Ну, во-первых, интернет предоставляет очень большую информацию. Нужно посмотреть, ну, место расположения районов, там, плотность населения, основные трафики автомобильные и пешеходные, если есть такие зоны, там, пешеходные, так же. потому что, в любом случае, в ресторане, ну, место, оно практически на 90% решает... Именно место. Да, все остальные проблемы возникают потом. Сначала необходимо попасть именно в ту точку, где... Ну, то есть, ты, условно говоря, выбрал транспортную артерию и рядом с ней, соответственно, планируешь. А дальше, есть ли какая-то специфика по подбору помещений или подходит, ну, условно говоря, все, что на первом этаже, и у которых есть санузел и вода? Нет, конечно, потому что, ну, в жилых домах есть ограничения. Тут этих вопросов, это регламент... Но это живой дом, где мы сейчас находимся, или нет? Да, был, был. Сейчас это в нежилое переведено, да, в нежилое, да. Сверху у нас гостиница находится. Ну, это жилой дом, его расселили в свое время просто. Вот. Здесь, ну, те регламенты, которые существуют, пожарники, Роспотребнадзор, это все понятно. Вот. Вот смотри, я тебе расскажу просто про нюансы. Вот, если говорить про Ярославль. Все равно, жители, оказывается, те, которые живут за Волгой, и очень любят, в отличие от тех жителей, которые живут, я не знаю, во Фронзенском районе, в Дзержинском районе города Ярославля, те готовы передвигаться и путешествовать. В Кировский район? В Кировский, поехать в ресторан, бухнуть, поесть. Заолжские говорят про себя. Оказывается, это так. Мы хотим у себя. Ну, не хочу ехать никуда, ни в Дзержинский, ни в Центр. Ну, потому что мы для Нильса Волга. Слушай, сто процентов, да. Понимаешь, интересный нюанс, но это знают только те, кто, ну, копался в этом, разобрался и живет в Ярославле. Поэтому, приехав в другой город, казалось бы, вроде, вот тебе микрорайонщик, какой я тут поставлю, они тут все будут выезжать, проезжать и все будет замечательно. Существуют общие принципы зонирования, развития территорий и, соответственно, развития этих территорий. Кто из персонала самый важный на первых этапах и на ком строится, по большому счету, отчасти ресторанный бизнес? Это шеф-повар-администратор? Кто? а все, в первую очередь, знакомо держатся? Ну, это человек, который оперативно занимается управлением, допустим, там, заместитель управляющего либо директор ресторана. Раз. это все. Нет, вот у нас есть такой человек, то есть, мы, соответственно, смоделировать тебя и тебе, соответственно, на первых этапах тоже нужно в рамках директора и, соответственно, всего этого модератора создать, но тебе вот в команду ты можешь взять очень сильного человека, но одного, вот как идеально, вот которого пожелаешь, на какую позицию ты его возьмешь? Вот он может справиться абсолютно со всем, но он только один. Какая позиция ты считаешь, скажем так, тебе приоритет не нужна при открытии нового ресторана? Да, директор ресторана, с него все начинается. Ну, директор это ты, тебе нужно что-то, что-то следующее. Ну, тогда шеф, конечно. Шефа? Да, а какие другие вопросы? На самом деле, директор ресторана, ну, если уж, вот, в нашем, понимании, в нашей системе, как мы работаем, наш директор ресторана, это человек, который может заменить собой, допустим, человека, который занимается социальными сетями, человек, который может составить ТЗ для дизайнера по изготовлению, там, полиграфической продукции, любой другой. Человек, который может, соответственно, разобраться с техническими вопросами, инженерной инфраструктуры ресторана, человек, это который может обслужить гостя, человек этот, который разбирается в программном обеспечении, то, которое связано с управлением ресторана, и, что еще очень важно, тот человек, который может коммуницировать со всеми, начиная от уборщицы, заканчивая контролирующими, надзорными органами, то есть, это вот, ну, тот человек, который универсал, обладает всеми компетенциями, и это же невозможно получить, если ты, ну, сегодня там закончил какую-нибудь модную ресторанную школу по обучению, либо еще откуда-то выпустился, это опыт работы, и именно взаимодействие по всем этим направлениям, то есть, этот человек должен закрывать с собой всех, вот если бы сказали, да, он с утра пришел, открыл, проверил холодильники, понимает, как в них должно быть, потому что хорошего шефа тоже не так просто найти, знает, как набрать персонал, знает, как на столе, знает, какими должны быть тарелками, очень много всего знает. Как стать ресторатором? Что для этого нужно уметь? Где учиться? Как вообще этот путь должен выглядеть? Ну, может быть, есть короткий путь, которого ты в свое время не знал, и если бы тебя откатить на 30 лет назад, то ты бы, да, реально пошел по этому короткому, получал бы вот какие-то свои этапы. Не знаю, мне кажется, надо просто любить то дело, которым ты занимаешься, потому что я в 90-м году Ну а куда идти-то? Смотри, я в 90-м году закончил СПТУ номер 30 по специальности официант, да, школу я закончил практически с красным дипломом, да, отказался от поступления в Московский университет на кафедру иностранных языков, и сказал, я пойду деньги зарабатывать. Через три года с партнерами я открыл первое свое предприятие и продолжал работать. И я этому принципу в общем-то не изменял. В 2003 году я закрыл последнее свое предприятие и так и продолжал работать и сотрудничать по разным направлениям, включая как девелопмент недвижимости, так и рестораны. В частности в этот проект я в 2008 году пришел Иван Васильевич. Он уже стражей у этого проекта. Да, ну ты что, 10 лет. Достроили, строили, что-то никак не могли достроить. Говорят, слушай, давай, позанимайся. Начал заниматься и потом еще другие варианты возникли по работе. На сегодняшний день там существует управляющая, консалтинговая компания в сфере гостеприимства по ресторанам, по гостиницам. Но дело сейчас не об этом. Я говорю, вот тебе нравится это и ты начинаешь этим заниматься. Встраивайся в любую структуру, которая динамично развивается. В Ярославле такие сети есть. Потому что, да, существует сейчас платная школа, существует бесплатный какой-нибудь техникум, торговый. Существует платная школа ресторанного менеджмента в Москве. Там 300 тысяч и через полгода ты будешь все знать. Ты бы пошел туда? Если бы были все возможности, ты хотел бы войти через школу, а потом уже свой путь? Я до сих пор иногда принимаю участие в каких-то семинарах, плачу такие же деньги где-то платно, где-то бесплатно, без знаний, без программы вечного обучения. Сейчас вообще никак невозможно. потому что пришел такой умный к тебе парень говорит, слушайся, я вам сейчас ВКонтакте группу-то как замодерирую, вот с вас 100 тысяч и через 3 через месяц у вас 2000 подписчиков или 3000 или 10000. Другой вопрос, ты тогда понимаешь, а насколько задаешь ему вопрос, а ты сможешь, чтобы плюс 20% к выручке моего ресторана у меня было, мне не надо 10 тысяч подписчиков, может мне достаточно одной тысячи. Как мы этот момент отцифруем? Вот за последние 5 лет уже таких людей отвалилось очень много и если ты не знаешь какие-то базовые принципы, что количество подписчиков напрямую никак не связано доходности ресторана, да, и сам на себе это не испытал и не посмотрел, тебе ведь это никто не расскажет. Приходится ходить, слушать, посещать других умных людей. Надо еще 100 тысяч подписчиков, потом еще 100 тысяч, еще что-то не идет никто. Надо слушать других умных людей, я с удовольствием с большим посещаю какие-то мероприятия в самых разных сферах и все время стараюсь для себя что-то новое оттуда забрать, потому что очень интересно по жизни и общаться с умными людьми и потом применять эти знания где-то, в какой-то практике. Вот какой базис нужен для того, чтобы свои знания уже применять на практике, то есть может быть работа официантом, барменом, нужно ли до этого какой-то колледж, какой-то ПТУ заканчивать, либо пойти на какие-то курсы перед тем, как работать. Я считаю, что совсем не обязательно. Достаточно просто понимать общие принципы работы, ну, предприятия, поработать, подышать тем воздухом, походить по той кухне, пообщаться с мойщицами, гардеробщицами и так далее. Потому что без этого ну как ты выстроишь свои отношения? У меня друзья есть топ-менеджмент крупнейших российских компаний. и у меня еще есть образование юридическое, потому что договора это наше все, и хорошо оформленный договор очень много вопросов снимает в будущем. И, соответственно, я вот еще одно образование получал юридическое. И, соответственно, я приезжаю к ним иногда, общаюсь, это действительно ну, транснациональные, в том числе это ребята работают там сайты директоров, они говорят, слушай, проблема одна. Представляешь, приходит человек, у нее пять языков за спиной, два образования, включая, допустим, какой-нибудь Стэнфорд, ему там возраст 30 лет, ставишь на должность руководителя какого-нибудь департамента ключевого и работа в предприятии встает. А знаешь, почему? Потому что люди не научились налаживать коммуникации, они смотрят только в одну сторону, они хотят влево, вправо, они не могут снизойти до уровня уборщицы либо там еще какого-то нижнего линейного персонала, чтобы понять, что ему мешает сегодня забить этот гвоздь так, как надо забить. Понимаете? Потому что стандарты во всех компаниях разрабатываются стандарты, но эти стандарты могут просто не работать. Вот очень многие примеры, очень многие успешные ательеры, которые руководят крупными гостиницами, сетевыми, буржуйскими самыми разными. Они потом уходят в российскую компанию, встают на должность такого же GM-а какой-нибудь крупной гостиницы и у них гостиница через год проваливается. Просто потому, что то, что было там прописано в той компании, оно выполнялось. С собой эти все бумаги не притащишь, чтобы каждый электрик знал во сколько, чего, как. Понятно, что существует система чек-листов и так далее, и тому подобное. но не работает, к сожалению, а он не умеет просто разговаривать по душам с работниками. А это тоже в том числе иногда необходимо, для того, чтобы понять, что же делать. То ли это Вася до такой степени не понимает ничего, то ли ты не умеешь объяснять. Потому что, если Вася не понимает, Васю нужно менять, а если ты не умеешь объяснять, это уже твоя проблема. Ты не можешь управлять процессами на предприятии. от этого тогда вопрос, какими чертами характера должен, ну и личностями, особенностями, не знаю, внутренними какими-то мотивирующими элементами, должен обладать хороший ресторатор? И с какими особенностями характера, черты, личности вообще не стоит этим заниматься, даже если очень хочется? Слушай, я не знаю. Ну вот, допустим, вот ты предположил, что если человек приезжает и не общается с людьми, тогда, соответственно, скорее ему будет сложно. Но вот он не хочет, вот он жесткий интроверт, он царь в голове, он ставит только приказы, спрашивает только за их исполнение, никогда не лезет в личную жизнь и его вообще не интересует, почему, соответственно, какая-то вещь происходит с человеком. Вот он способен стать хорошим рестораном или ему лучше все-таки отстранить? Если он с людьми уже не любит. В любом случае, если у человека, ну вот давай представим, если у него не хватает гибкости, да, если он не умеет обходить стену, то он рано или поздно лоб себе все равно расшибет. Потому что он в ФСБ, допустим, вот это в ФСБ это одна из неплохих, кстати, чем. Замечательно, да. Но для человека, который работает с людьми, а мы же работаем с людьми не только внутри предприятия, но и вне, да, внешняя среда, без этого никакое предприятие существовать не сможет. Конечно же, отсутствие гибкости и только одна целеустремленность, настойчивость, они могут сыграть и совсем не ту роль, то есть положительную, которую они могли бы сыграть. То есть без гибкости и возможности наличия навыков коммуникации вообще невозможно это делать. Ну вот есть люди, которые любят и могут работать вот фиксированное время, допустим, с 9 до 18, но выкладываются, соответственно, по полной. А есть люди, которые работают перед переключением процесса. Ну вот, ты не обижайся, но я вижу, что по твоим словам, что у тебя тоже необходимость переключения процесса. Ты сначала работаешь, потом, допустим, ходишь в тренажерку, потом опять работаешь, там, если что, можешь съездить на недельки или там выходные, соответственно, на охоту, переключиться как-то. Вот что лучше для ресторанного бизнеса? Это когда четкий регламент работы или когда ты переключениями говоришь? У нас на самом деле это зависит от того, чем ты занимаешься, потому что, допустим, там директор ресторана, он все равно должен, условно говоря, 24 часа в сутки заниматься, работать. Это что касается оперативного управления. Допустим, другой сотрудник, который отвечает, я не знаю, там за маркетинг, еще что-то, он может на работе даже не появляться, только на собрании приходить, чтобы посмотреть всем в глаза, слушайте, я существую, я здесь, я здесь, не забываю, тот бюджет, который выделили на маркетинг, маловато, надо бы добавить, добавить, вот циферки, то есть, это действительно так, то есть, все зависит от той позиции и того, чем человек занимается. Именно как ресторатор человека, который все дело открывает и на котором, по большому счету, держится заведение. А потом нужно создавать команду, которая между собой перераспределяет полномочия, спокойно, без этого вообще никак. То есть, это все, иначе ты сваришься, больше одного ресторана ты все равно не сможешь, ну, так сказать, говоря современным языком, освоить, и, да, пройдет 20 лет, скажет, вот дедушка наш, то все в этом ресторане. Если бы это был семейный только бизнес, то, конечно, это хорошо. А для человека всегда все равно необходимо, ну, развитие, и мультипликация, и развитие всех процессов, они невозможны, и без делегирования полномочий, передачи, отстранения, для того, чтобы как раз процессы, потому что все равно закостенелость определенного возникает стереотип, и мы все привыкаем мыслить шаблонно, это 100%. Сейчас слушаю одну аудиокнигу, человек в 2002 году получил Ноглицкую премию за свои исследования в области психологии. Вот он говорит, все люди на 100% не любят думать вообще. Говорит, ну, вообще, они ленивы. Вот если есть какой-то стереотипчик, да, вот так и будет работать у всех, что у Ноглицкого. Все, стакан наполовину полный, либо наполовину пуст. Ну, все. А если есть стереотип именно такой, он больше не говорит, что наполовину полный, да. А у другого, он говорит, наполовину пуст, этот стаканчик. Ну, что это? При этом не заставляясь даже труда о чем-то, ну, думать, а может все-таки вот он ни то, ни другое, да, в данной ситуации. То есть, с другой стороны, посмотрите. Сколько вообще в среднем можно рассчитывать получить денежный средств, работая рестораном? Возможности вообще безграничны, мне кажется. Допустим, там, Headhunter или какие-то другие компании, они делают среднюю аналитику и допустим, средний айтишник, мидл сегмент, он получает около 90 тысяч рублей в регионах и около 160 тысяч рублей в Москве. Вроде как хорошие деньги, поэтому многие стремятся пойти в айти спецразницы. Некоторые говорят, что мы будем идти на, соответственно, промышленные предприятия, как инженеры, будем в среднем получать 60 тысяч рублей. Ну, смотрите, в ресторанах достаточно часто система следующего принципа. Это какой-то базовый наклад, в пределах 50 тысяч рублей, и дальше все зависит от оборота предприятия, которое оно приносит, и те доходы, которые он получает. Соответственно, здесь уже взгляд инвестора на то, сколько он готов отдавать из прибыли для того, чтобы удержать человека на месте, в команде та, которая занимается допустимым направлением ресторанного бизнеса. Если сейчас посмотреть развитие... Ну, хотя бы сотка-то есть. Сотка-то бывает, конечно. Это бывает. Это мало, сотка-то мало. Я считаю, просто это некий топ-менеджер в отдельном, достаточно большом и емком заведении. Потому что ресторан это предприятие, которое не подразумевает собой работу. Это около десяти человек, а не для больших. Больших. Вот если взять пример, просто допустим в регионах это все менталитет, немножко по-другому. Если мы возьмем сейчас империю Аркадия Новикова, Арпапорта, не знаю, кто еще. Тех, кто именно целенаправленно, Гинза позже, те, кто занимался и входил в эти проекты в самом начале, они в процессе развития этих бизнесов, направлений, этих брендов, в том числе бренда человека, допустим, группа Делос и так далее. Все эти люди, у них есть возможность развиваться как внутри компании, так и в ней ее стен открывается собственно ресторан и предприятие. При этом не происходит отторжения со стороны инвесторов, что достаточно часто происходит именно регионам. человек вроде казалось бы работал, как только он пытается заниматься еще каким-то целью, говорит, что куда-то собраться, либо у нас, либо там давай. А он говорит, слушайте, а я же не могу, есть у меня ресторан, есть два ресторана, дайте мне возможность дальше, что ли? не, 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 давай мы это в ваню лучше будем держать жестких вожах. Это достаточно часто, так практически в 90% случаев происходит. И мы же не видим, что у нас, если без имен, развивается целая сеть, но человек дальше одного-двух ресторанов, который, казалось бы, не чинал и вместе двигался, ему не давит просто. Ну и все, сиди в своем ресторане, достаточно с тебя, вот этих, денег, которые ты получаешь, не дадим тебе дальше. Все почему-то боятся, что человек, ну слишком, ну может быть, большие полномочия получит, что если вдруг он оторвется от компании, из этого, ну какая разница? Дайте возможность человеку расти, дайте, наоборот, может быть, нужно инвестировать сказать, да хорошо, хочешь всего, давай, может, я тебе помогу, ты же здесь, мне тоже помогаешь. Но, к сожалению, у нас не так, а вот если брать вот эти все существующие, на сегодняшний день крупные проекты, в плане ресторанов развития, там люди возвращаются и помогают, если человек занимается маркетингом, он так может уже 15 лет уже работать в этой компании, у него и свои направления есть, и он себя не отделяет глобально от той компании, в которой он начинал. У нас, к сожалению, почему-то не так. Слушай, ну и резюмируя наш разговор, расскажи, какие бы ты отметил плюсы работы ресторантов, какие минусы? Слушай, плюсы, мы вот недавно этим летом с моим партнером, где Александром играли в гольф, и с нами очень известный адвокат московский, мы в Памноскове играли в гольф, и они что-то разговаривают, он говорит, официально, ко мне обращаются, скажи, если бы у тебя была сейчас возможность стать либо таким же известным московским адвокатом, либо так же работает ресторатором, как ты работаешь, смотри, у нее же бабла-то больше, ты согласен, и смотри, и времени на гольф больше у нее, вот согласился бы, я говорю, знаешь, я не согласился бы сто процентов, потому что я осознанно выбрал для себя это направление, мне в нем интересно, и я люблю именно этим заниматься, вот я люблю заниматься этим, мне это нравится, это мое, я понимаю, что в жизни есть вещи, ну не то, потому что если работа это только деньги, тогда неинтересно, на самом деле, и я не один раз отказывался от самых разных проектов, допустим, а давай сделаем там вот такие рестораны, и даже начинал ими заниматься, потом уходил, потому что мы с инвестом расходились, давай там это тело гулок на стойку поставим, ну я говорю, я не готов, я другой, мне это не надо, поставьте, Вася, пускай Вася рулит этими телочками, все у вас будет замечательно, да, краткосрочно вы заработаете, а я не хочу так, я хочу через три года понимать, для чего этот ресторан существует и как его дальше развивать, чтобы была перспектива, конечно, не для того, чтобы просто доблась, мне это неинтересно, поэтому, говорю, родился, живу, у меня иногда, у нас же чиновники очень немного меняются, все с Москвы проезжают, а вы что, приемли Ярославец, я говорю, не подумаешь, вроде как, я здесь живу, поэтому, я и дела делаю, которые останутся, ну, после меня, я мог сказать, а я вот, вот это, это я здесь, поэтому, плюсы в работе, я думаю, что это все-таки интересная работа, это работа творческая, это работа, как бы это не банально звучало, или парадоксально, это в том числе, работа очень цифровая, на сегодняшний день останавливается, потому что технологии вырываются, может быть, гибкий график, или это скорее в минус, что 24 на 7, слушай, да, гибкий график, но вот основные минусы, которые я для себя все-таки вижу, это, наверное, это самый такой, может быть, приятный, но в то же время, и минусы, необходимо, пробовать, дегустировать, участвовать, но это все-таки, радует, но это в определенной степени, можно стать шаром, да? Да, 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 в двери проходить, ну, как и Юлия, и Юлия, кстати, похудел, на самом деле, вообще молодец, красавчик, да, сейчас, перестав пробовать, да, 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 слушай, да, наверное, много снимается, еще говорил то, что ты работаешь 24 часа в сутки, это плюс-минус, слушай, на самом деле, плюс, знаешь, это как, подожди, ну, отдыхать, семья, я просто, почему, я на себя, следующий вывод сделал, что, я-то у них один, это их у меня много, понимаешь, я с этой точки зрения, когда звонят, и говорят, слушай, ну, извини, там, времени, там, 10 вечера, у меня вот воскресенье, вспомнил день рождения, забронировать бы, и я говорю, слушай, да с удовольствием, с удовольствием, я действительно, это делаю с удовольствием. Спасибо тебе, за столь замечательный рассказ, знаю, спасибо. Если что, в Ярославле, кушать надо, где? Иван Васильевич. Иван Васильевич. Спасибо. Еще скажешь, ссылка в описании, да? Ну, ссылка в описании, там, нажмите на колокольчик, не забудьте, поставьте лайк, если бы, если бы, если бы, лепота, Субтитры создавал DimaTorzok